И сказал им притчу. У одного богатого человека был хороший урожай в поле, и он рассуждал сам собою, что мне делать, некуда мне собрать плодов моих. И сказал, вот что сделаю, сломаю житницы мои и построю большие, и соберу туда весь хлеб мой и все добро мое, и скажу душе моей. Душа, много добра лежит у тебя на многие годы. Покойся, ешь, пей, веселись. Евангелие от Луки, глава 12, стихи с 16 по 19. О чем же эта притча? По мысли святителя Феофилакта Болгарского, смысл притчи в том, что жизнь человека не становится продолжительнее от изобилия имения. Иначе осмысляет евангельский текст святитель Игнатий Бринчанинов, который полагает, что в данном иносказании Господь живописно изобразил лживость мыслей и мечтаний, обольщающих человека, прилепившегося всей душою к богатству и возложившего на него свое упование. Еще одно мнение принадлежит святителю Николаю сербскому, полагающему, что данная притча о неблагодарности. Ведь богач сей не поднял глаз к небу и не возблагодарил Творца за дарованное ему изобилие. Как помним, разбогатевший услышал от Бога страшный приговор. «Безумный, всю ночь душу твою возьмут у тебя. Кому же достанется то, что ты заготовил?» По словам святителя Василия Великого, этот божественный приговор был связан с тем, что богач мыслил земное чрево у себя Богом и весь стал плотским. Несколько иначе полагал святитель Григорий Палама, видящий причины слов Господа небывалое любостяжание богатого и жестокосердие к неимущим. Именно поэтому, отмечает святитель Амвросий Медиаланский, людям лучше стремиться к бессмертному наследию, а не к денежному имуществу. В притче о безумном богаче, которую приводит в своем Евангелии апостол Лука, описывается история человека, у которого был хороший урожай. По всей видимости, герой притчи – богатый землевладелец, в собственности которого находилось достаточно большое количество земли. Сам он на поле не трудился, всеми сельскохозяйственными работами занимались наемные рабочие. Эту притчу Иисус произносит в Галилее. И герой притчи выбран не случайно. Галилея времен Христа представляла из себя богатую и плодородную местность. В ходе археологических раскопок в Галилее, а именно в одном из крупнейших городов этой области, Сепфоре, были обнаружены огромные зернохранилища, которые принадлежали богатым землевладельцам. Герой притчи принадлежал именно к этому, очень узкому кругу богатых граждан, которые могли позволить себе не работать самостоятельно. Таких по историческим данным было не более 1% от всего галилейского населения. Богачи, конечно, были на виду, и образу их жизни завидовала большая часть народа. Для того, чтобы верно понять оттенки смысла этой притчи, необходимо ознакомиться с представлениями о богатстве тогдашнего времени. Если мы обратимся к священному писанию Ветхого Завета, то увидим, что в подавляющем большинстве случаев материальный достаток и благополучие рассматриваются как особая милость и благословение Божие. Так книга второзакония напрямую называет богатый урожай следствием божественного расположения. «Пошлет Господь тебе благословение в житницах твоих и во всяком деле рук твоих, и благословит тебя на земле, которую Господь Бог твой дает тебе». Второзаконие, глава 28, стих 8. Для иудейского религиозного сознания была довольно важной и значимой связь между материальным достатком и верностью Завету. Богатство рассматривалось как знак одобрения и благословения со стороны Господа. Авраам и все ветхозаветные патриархи были очень богаты. Большое богатство получил царь Давид, еще большее – его сын Соломон. Более того, все общество народа израильского получило в пользование одну из богатейших земель тогдашнего времени – землю обетованную. Однако Ветхий Завет приводит одно очень важное условие для подобного благоденствия, кроме верности Завету. Израильтяне всегда должны были видеть руку Господа Бога во всех своих успехах, чтобы помнил Господа Бога твоего, ибо Он дает тебе силу приобретать богатство. Второзаконие, глава 2, стих 18. Важную роль играла правильная расстановка ценностей. Богатство может быть благословением, однако человек должен всегда помнить о том, что источником всех материальных благ является Бог. Тот же, кто надеется только на самого себя и на свой достаток, назывался неблагоразумным. Кто полагается на свое богатство, падет. Притчи, глава 11, стих 28. Таким образом, Христос в своей притче продолжает традиционный иудейский взгляд на проблему богатства. Успешный землевладелец назван безумным, то есть лишенным разума рассудка, именно потому, что забыл о ближнем и Боге. Исход жизни такого богача логичен и для Ветхого, и для Нового Завета. Бог говорит ему, что сегодня же ночью жизнь твоя прекратится. Здесь Христос использует неопределенно личную форму сказуемого во множественном числе. «Всию ночь душу твою возьмут у тебя». Это был обычный для раввинской литературы того времени прием, который позволял избегать излишнего употребления имени Божия. Притча о безумном богаче в первую очередь является для нас напоминанием о том, чтобы в нашей духовной и материальной жизни были верно расставлены приоритеты. Материальное богатство, в случае, если Господь дарует его нам в земной жизни, никогда не должно выходить на первый план и затмевать в нашей душе образ Божий. Внеси свой вклад, подпишись, оцени и поделись этим видео.